Семья Дмитриевых второй раз вынуждена спасаться от действий российского агрессора. В первый раз ещё в 2014-м. Когда началось 26 мая нападение на Донецкий аэропорт, мы как раз жили возле Донецкого аэропорта. У меня был маленький ребёнок на руках, мой первый сын. Мы с мужем приняли решение, что нужно спасать ребёнка. Тогда семья решила переехать в Мариуполь, чтобы быть поближе к родному городу. Верилось, что война скоро закончится, и они смогут вернуться назад. Когда началась эта ужасная война, мы переехали в Мариуполь, и Мариуполь начал развиваться. Мы начали всем показывать, что мы любим Мариуполь именно в Украине. Очень любили украинские праздники, очень любили выходить с флагами Украины. Мы показывали самому Донецку, как здесь классно. Адаптировавшись в новом городе, решили с друзьями открыть свой бизнес. Это была доставка суши. Уже через год их заказывало тысяча постоянных клиентов. Планировали открыть свой ресторан. Но полномасштабное вторжение России в Украину снова всё разрушило. Мы проснулись 24 февраля от сильных взрывов и вспышек. Я поняла, что всё, нужно спасаться. Мужу сказала, если мы не выберемся сейчас, то уже никогда отсюда не уедем, потому что мы жили прямо у левого берега, откуда всё и началось. Через три дня в их помещение попал российский снаряд. Тогда семья Дмитриевых уже была в Запорожье. А затем поездом отправилась во Львов. Здесь жильём им помогли волонтёры. Недолго думая, решили снова возобновлять свой бизнес и поддерживать экономику Украины. Муж Дарьи Станислав, шеф-повар, говорит, что их роллы должен попробовать каждый. «Особенные. Да, у нас много начинки и мало риса. И у нас сочетания такие специфические. Но людям нравится. Главное, чтобы продукты были свежими. Да и с любовью были сделаны». Сейчас супруги работают только на доставку. Но в планах открыть свой ресторан. И уже приобрели кое-какую мебель и декор для будущего заведения. Среди жителей Львова их суши уже пользуются популярностью. «Скусно молодцы, что не опустили руки, открыли свой бизнес. Трудная ситуация на самом деле. Но всё, что не происходит к лучшему, я уже второй раз заказываю здесь суши». Супруги верят, что после победы Мариуполь снова расцветёт, и они смогут вернуться домой и, конечно же, посетить украинский Донецк. Юлия Бель, Вадим Дмитриев из Львова. Специально для информационного марафона «Фридом». Телеканала Юэй.